Высокоскоростной интернет появится в социально-реабилитационном центре «Надежда» для несовершеннолетних. Будет решенный вопрос с ветхими деревьями, тополями, которые представляют опасность жильцам многоквартирных домов. Такого характера вопрос задавали сегодня жители республиканской столицы спикеру парламента Александру Иванову. В рамках декады приема граждан ко дню образования партии в онлайн-режиме сегодня прошел прием граждан. Подробнее расскажет Александр Коваленко. Коронавирусная инфекция ворвалась в нашу жизнь внезапно, внесла массу коррективов в повседневную жизнь каждого человека. Школьники переведены на удаленное обучение. В связи с этим в реабилитационном центре «Надежда» возникла проблема с интернетом. С просьбой провести оптоволоконный интернет к спикеру парламента Карачаева-Черкесии Александру Иванову обратилась заместитель директора республиканского госучреждения Татьяна Михайлова. В данный момент мы живем в закрытых условиях вместе с детками на работе. И учимся удаленно. Соответственно, очень сложно нам даются занятия, которые проходят в онлайн-режиме. Интернет очень слабый. Есть, говорят, возможности провести нам оптоволокно более высокоскоростной интернет. Но вот хотели бы с этой просьбой обратиться к вам, чтобы вы помогли нам провести и помочь деткам, как говорится, еще в течение будущего года учиться по удаленной программе. В рамках партийной акции «Помоги учиться дома» помощь соцучреждению в этом вопросе будет оказана. Утвердительно заявил секретарь Карачаева-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Иванов. Единственная просьба, чтобы при этом соблюдались предписания Роспотребнадзора, потому что меры должны соответствовать этой эпидобстановке. То есть люди, которые будут задействованы в технических работах внутри помещений, должны быть здоровыми и не подвергать опасности детей и персоналу учреждения. А так, в целом, мы вам поможем. Более 600 детей-инвалидов ежегодно проходят лечение в реабилитационном центре «Росинка». И пока они вместе с родителями ждут занятий, в этот период просто необходимо занять себя. С просьбой оборудовать детскую игровую площадку к Александру Иванову обратился социальный педагог «Росинки». В следующем году вопрос обещают разрешить. Я думаю, что эту просьбу мы сможем реализовать. Но только давайте мы с начала следующего года выделим депутатские средства, которые мы обычно направляем по таким обращениям. Волонтерам «Единой России» необходима помощь в виде горюче-смазочного материала. Эту просьбу озвучил координатор волонтерского центра Альберт Зугаев. Из бюджета парламента республики ребятам, которые занимаются доставкой бесплатных лекарств, продуктов, питьевой воды, больным с коронавирусной инфекцией, также будет оказана помощь для беспрепятственного передвижения по Карачаево-Черкесии. «Хотел бы поблагодарить вас, как председателя парламента, как активного депутата, за помощь, которую вы оказываете нашему волонтерскому центру. Одной из крайних задач, которую вы помогли нам решить, это обеспечить наших волонтерских мобильных группы бензином, горюче-смазочным материалом. Благодаря этому мы сегодня уже охватили две поликлиники города Черкеска в развозе ковидным пациентам лекарственных препаратов, которые поступили в республики. На сегодня нами уже развезено 320 пациентов, обслужено два лечебных учреждения. Это городская поликлиника города Черкеска и лечебный реабилитационный центр Минсанчасть». Также в мэрию Черкеска от имени спикера парламента Александра Иванова будет направлено обращение, в котором говорится, разрешить проблему вырубки старых тополей во дворе многоквартирного дома по улице Советская, 158. Вопрос поручено держать на контроле руководителю отделения партии «Единая Россия» Черкеска депутату Алексею Ганшину. Также в рамках акции «Безопасная дорога в школе» в следующем году будут заасфальтированы тротуары от улицы Кирова до Октябрьской. Александра Коваленко, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия.